Денис Черкашин приехал в Самару из Тюмени. Мимо площади Куйбышева пройти не смог. И даже не потому, что она входит в пятерку крупнейших в мире. Мужчина увидел, что волонтеры на асфальте выкладывают большую фигуру. Заинтересовался и решил помочь. Работа несложная, говорит Денис. Всего-то расставить стаканчики со свечами. Зато польза немалая. Ведь приложить руку к изображению основных символов победы – большая честь. Мы помогаем и продолжаем помогать. Сейчас все свечи зажгут. Нам будет очень приятно, что мы хоть какой-то вклад несли в это мероприятие. Мы смотрим, ребята молодые все. Мы уже не совсем молодые, но нам очень приятно здесь находиться среди этого коллектива, среди этой атмосферы и среди этих людей. Ребята, что вы чувствуете, когда вы делаете эту работу? Я это делаю, потому что я хочу, чтобы наши ребята, которые служат, видели то, что молодежь как-то их поддерживает, потому что им нужна наша поддержка в данный момент, чтобы они поняли, что мы с ними. Мы делаем все, что есть в наших силах, чтобы они знали, что за ними стоит сильный тыл и что мы вместе, и мы вместе со всем справимся. Занимаясь волонтерством, у нас какое-то осознание, что мы приносим пользу какую-то, и что в то же время мы могли бы пойти погулять на улице с нагруппниками, однокурсниками, с кем угодно, но то, что мы делаем, это намного лучше. Волонтеры победы не только 9 мая! В Самаре в ночь на 22 июня создали огненную картину войны. Акция прошла в рамках Дня памяти и скорби. На главной площади города волонтеры выложили из свечей символы победы – штурмовик Л-2, паровоз Лебедянка и Георгиевскую ленточку. Для создания огненного шедевра понадобилось 35 тысяч свечей. Мы на самом деле в этом году впервые объявили областной конкурс, и у нас волонтеры и участники, и школьники, и серебряные волонтеры накидывали идеи, что же является символом Самарской области. И вот посчитали, что как раз вот эти три знаковых символа должны быть отображены в нашей картине. Среди участников акции на площади были и военнослужащие – участники специальной военной операции со своими семьями. Этой же ночью они приняли участие и во всероссийской акции «Свеча памяти». К горельефу скорбящей матери Родине на площади Славы в памяти о героических подвигах наших предков в Великой Отечественной войне они возложили цветы и десятки горящих лампад. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События.